Мы считаем, что позиция президента Путина по революции 30 июня, это положительная позиция, и это позиция лучше любой другой позиции Запада. Второе. Мы сейчас хотели бы возродить наши отношения, эти исторические отношения. У нас были отношения дружбы, они существовали 70 лет, и мы не можем вот так взять и бросить эту дружбу. Мы не можем быть безучастными к тем, кто хотел бы навязать нам свою позицию. Мы знаем, куда мы идем, и мы знаем, что преследует наша революция. И некоторые говорят, что это был военный переворот, и пытаются исказить того, что произошло в Египте. Но, пожалуйста, говорите все, что хотите, но дело-то же не в этом. Мы хотим... Мы видели до этого, как использовалась сила под предлогом демократии. В Лондоне это было против тех, кто приступал закон. На юге Африки это было. И я видел, как Ельцин, ваш президент, приказал отдать огонь по Белому дому в защиту демократии. А те, кто был в здании парламента, они же были членами этого парламента. Но все говорили, в том числе Соединенные Штаты, они высоко оценивали, и Западная Европа, много говорили, что это выражение воли российского народа. Так почему мы преуменьшаем или искажаем ситуацию и защищаем от них, но нападаем на других? И так, применение силы может подвергаться осуждениям только в том случае, если это применение было незаконным. Если бы сила применяется для защиты закона, это законное применение силы. Тот факт, что была использована сила, это было во имя закона и с учетом тех законов. Те люди были защищены, и поэтому египетские вооруженные силы имеют право подавить какой-то бунт, но те, кто говорил, что это не так, они ошибались. И поэтому в любой точке зрения, в любой точке земного шара, можно сказать, что такое применение силы оправдано. И второе, с точки зрения судебной, с точки зрения, так сказать, закона, оружия и боеприпасы, тех, кто выступал против, они были спрятаны. И поэтому вполне было законно это оружие у них отобрать, разоружить их. И это было очень важно, особенно, когда речь шла о конкретной ситуации, когда вооруженные силы должны были идти по определенной дороге, географическом смысле этого слова. И тогда, естественно, они имели право на применение силы. Поэтому никто не может называть самооборону или защиту нашей революции, никто не может искажать суть происшедшего. Если вы хотите действительно гражданское современное государство, нужно спросить, с кем вы? Вы сейчас с нами? Вот эти страны или за народы, те или другие с нами или нет? Вообще российский народ против того, чтобы было создано религиозное государство, против терроризма. Поэтому я поддерживаю российский народ и российское руководство в этой позиции. Как можно называть то, что произошло переворотом, когда миллионы вышли на улицу? Наличие такого огромного количества народа, который вышел на улицы. Конечно, мы хотим демократии для всех. Мы не хотим религиозного государства. Мы не хотим раздела нашей территории на какие-то эмираты. Мы хотим остаться единым цельным государством.